До недавнего времени компания Ford в России выпускала только фокусы. Сейчас же модельный ряд изрядно расширился. У нас делают даже Mondeo, флагманский седан марки. Это достаточно свежий автомобиль, его производство наладили только в прошлом году. Смотрится Ford солидно, если не сказать надменно. Взгляд привлекают узкие светодиодные фары, трапециевидная радиаторная решетка. На фоне одноклассников Mondeo не должен затеряться. Главные соперники – Kia Optima, Mazda 6, Toyota Camry. Салон с виду старомодный, даже не скажешь, что это свежая модель. Массивная центральная консоль с мелкими круглыми кнопками, незамысловатый руль. На этом фоне неплохо смотрится панель приборов с крупным цветным дисплеем. К заметным новшествам можно отнести появление на втором ряду новых ремней безопасности. При аварии они надуваются, уменьшая нагрузку на грудную клетку, шею и голову. Вот только запас пространства сзади скромный. Пассажиры ростом выше среднего подпирают потолок. Вот она, плата за стремительно покатую крышу. В нашем распоряжении модификация с флагманским двигателем. Бензиновый, двухлитровый, с турбонаддувом. Мощность 240 лошадиных сил. На словах характеристики кажутся внушительными и многообещающими. На деле же динамика Мондео оказалась пресноватой. Ускоряется уверенно, но без искрометности. Разгон до сотни занимает 8 секунд. Не самый выдающийся результат для топ-версии. Порцию критики отпустим и на неторопливое переключение шестиступенчатой автоматической трансмиссии. Чтобы добиться быстрой работы, приходится переключать ее в спортивный режим. Но все эти шероховатости можно простить Мондео за его отличное шасси. В своем классе оно точно входит в число лучших. Вы удивитесь, с какой охотой и проворностью тяжелый и длиннющий Ford заныривает в повороты. Как легко и непринужденно он откликается на команды водителя. При всей своей азартности Мондео отнюдь не жесткий кастотряс. Большинство дорожных неровностей он проезжает мягко и плавно, лишь приглушенно шлепая шинами. Кстати, специально для России дорожный просвет модели увеличили. Теперь он равен 147 миллиметрам. Для городского автомобиля это вполне достаточно. Мондео понравился блестящей управляемостью, но динамика далека от ожидаемой. Мне бы хотелось двигатель помощнее.